Девочка-пай 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 Интересно, сколько древние греки могут не спать? Я имею в виду не всех жителей Лавы, а моего хозяина Пигмалиона, его слугу Ганемера. Вот уже которую ночь мой хозяин не спит и другим не дает. Наверное, хочет попасть в историю. Но Олхо делает свою бессмертную статую и страдает за искусство. А я за что? Ах! Творчество — это мука! Ничего не получается! Самый большой мученик здесь — это я. Я дискульптор! Я каменетёс! Я просто пиздаю! Пусть если он пиздаю, то что сказать обо мне? Вот! Опять наступил вечер! Очередной вечер моих страданий! Что вы, мастер! Уже давно утро! Уже встала с перстами пурпурными эос! Ах! Какая разница утро или вечер? Конечно! Если не спать, то разницы нет никакой. О каком сне может идти речь, когда работаешь для вечности? Ну, для вечности необязательно работать целую вечность! А, кстати, мастер, долго вы ещё будете для нью-йоркцев? Творец! Остался последний штрих, но он мне никак не даётся! Стало быть, перефразируя классику будущего, можно сказать, ещё одна последняя шлифовка и статуя закончена. Твоя! Твоя? Почему твоя? Моя! Успокойтесь! Маша! Маша! Просто у будущих классиков моя! И вообще, мастер, мне кажется, что вы переутомились. И вид мне ваш не нравится, лицо бледное, как... ...мрамор. Нет, я совсем не устал! Только голова... ...много... ...камень... Ну, тогда сходите и погуляйте часок. А лучше другой. Время лучше и лекарь. Нет, медицина тут бессильна! Ну, тогда сходите на Олимпиаду, подолгайте ядро, пометайте молоток. А где там главное не побеждать, главное участвовать. Какой ещё молот? Ни своего молотка, ни своих беда не хватает! Какие богатые мои шоу послали! Выголок, мастер, а не потери его на платье кресты. В храм оплодитель. Может, можно отправиться? Я отправлюсь в храмов родителей. Может быть, она подарит мне творческое заре. Наконец-то. Ты пойдёшь со мной? Я? 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 А? Я останусь дорожить вашу бесценную статуи. Ну, я пошёл! Ни голову не мешай! Не прими по-сельской! Будьте спокойны, мастер! Будьте спокойны, мастер! Камни наказаны! Я останусь! Да? Я не правочки не мешай! Ни голову не мешай! Хорош! Em бить пасть на мне, ПЕСНЯ 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 Иду, иду! Сейчас открой! Никого, никого! Стой! Руки! А ну-ка разберись! Я желаю вам доброго утра! А больше вы ничего не желаете? Желаю! Я желал вам беседовать с вашим хозяином Пик Малёновым! Кстати, к нему! О, вы что? Какая неудача! Я всю ночь не спал! Я тоже не спал! Я всю ночь не спал, чтобы поспеть сюда пораньше и застать твоего хозяина! Тоже мне нашли причину не спать! У моего хозяина здесь не все, как у людей! Ночью он творил, а с утра пошел поздравлять Афродиту с праздником весны! Но ведь Афродиты с пустыми руками не ходят! А что нищетый болезнь может принести в жертву? Да рога не жертва! Дорого внимания! Хотя настоящая жертва уже есть! Это потерянная голова моего хозяина! А когда человек теряет долг, разве он отвечает за те мысли, которые потом не возникали? Неужели Пик Малёнов сошел с ума? Почему сошел? Я же вам сказал выше! А на шеркума спустите у него с вами! Так что приходите завтра! Нет, нет, я вижу, что как раз сейчас самое последнее ощущение в этой искусстве! Хозяин мне приказал во время его отсутствия, державшись на всю скульбу! А все не нужно, нет! Выбрасывать! А это ты видел? Я вижу! А это ты же слышал? Слышал! Ну раз это увиденное и услышанное тебе не нужно, то я ухожу! А если нужно? То я остаюсь! А что мне нужно сделать, чтобы увиденное и услышанное стало осезательным? Сущий пустяк! Я пронюхал и думаю, что мое обоняние меня не обмануло, чтобы у твоего скульптора Пикмалёна появилась новая замечательная статуя! И что эта статуя придется по вкусу самому взыскательному ценителю искусства, и меценату, каковыми я являюсь, разрешите представиться? Богатый похоронитель искусств и меценат Мидас! Гудом слабость чувствую я, полюбью искусство я, На него расходую закромеща свои! За него не думая, дам любую сумму я, Слава Богу, я несостоятельной семьи! Всё, что я люблю, я себе куплю! Что бесплатно не даётся, так и не иначе продаётся! Мне не лечь, тем не ело всё в цене! То, что даром не даётся, так и не иначе продаётся! Хорошо, что я богат, потупаю всё подряд! Всё, что ценим я сочту, в тот же день приобрету! Юсты, маски, мраморы, картины, в рамках я завзятый меценат! Самым грустным и несчастным был бы я Без тесного общения с прекрасным! Гудом слабость чувствую я, полюбью искусство я, На него расходую закромеща свои! За него не думая, дам ему и сумму я, Слава Богу, я несостоятельной семьи! Без угреченый вкус, мой дальнейший не плюс! Я бы сдаться от побед на всех, как за твою цену, Не беречь тем и не ела всё в цене! Я бы сдаться от побед на всех, как за твою цену! Посмотрите мой дворец, я ведь прям искусство жрет! С теми взысками крестрят, в несчастном ли стоят, Потолки резные, вазы расписные, Я завзятый меценат! Самым грустным и несчастным был бы я Без тесного общения с прекрасным! С теми взысками крестрят, в несчастном ли стоят, На него расходую закромеща свои! За него не думая, дам любую сумму я, Слава Богу, я несостоятельно и сильный вид! Неналичие и богатство, мне вне ценность, Попокупай, забота, что еще воно! Впрочем, если столько мне всего, Давно распоряжусь полученным, но Наступлю я голодан и сразу селады, Пересек примеру старые униеры! Впрочем, если столько мне всего, Давно распоряжусь полученным, но Человеческая воскресенье и красотой колеси Своим приятным белым домом! Золотой человек! Ну вот, коротко в двух словах я рассказал о себе Теперь ты понимаешь, что моя душа коллекционера Не может быть спокойно потянет мне обрету эту статую И не помещу ее в свою коллекцию Ничем не могу помочь Послушай, я деловой человек, мне некогда Как говорится даже у нас в Древней Греции, время деньги! У нас, скорее говорится, древнегреческое время Древнегреческий день Не важно! Главное, давние воскресенье бросит остатую Что бросить? Спираться от окна? Невозможно! Почему? Мастер никому ее не показывает Таков его принц, а он человек принципиальный А ты? Я тоже! Так в чем же это? Дело в том, что мастер очень любит И я даже подозреваю Что он влюблен в свой каменью куклы Не может быть! Может! Еще как может! Может быть он целыми сутками без выходных Сдет на это за навес юснею с глазу на глаз? Может быть он разговаривает с ней как с человеком? Может он разговаривает со статуей? Ах! Да как вы со мной! То еще и на разных языках Ты мне еще больше раз оторёшь! Остановитесь! Вас она не поймёт! Почему? Я человек образованный Меценат как теперь Самыми каменными женщинами могу найти общий язык Не с места! А то я первым брошу вас с каменью Ты много себе позволяешь Моя принципиальность! Мне не позволять! Так сколько же стоят твои принципы? Вы меня обижаете Понял Конечно! Устаревшие принципы рано или поздно пересматриваются Так может и ты их пересмотришь? Уже пересмотрел Ну а теперь я боюсь Как бы нас тут не застали Расплох А теперь я ничего не буду Теперь вы можете разговаривать На любой языке А я буду нем как камень Ну а мне не думаю Да я цепляю Хорошо! Продолжение в францезе Мадемоазель Да мы с ней по нашему По древне гречески Спасибо, господи! Это восхитительно! Трудно поверить, что это делорук человеческий! Он божество! Он подправение! Он жизнь! Он серьезно! Ой, любовь! Про забедность, чтобы описать это произведение искусства! Его надо писать только стихами! Зачем же дело стало? Говори стихами! Это мы можем и сами! Посмотрите, какие изящные руки! Руки как руки, так и положено! Две штуки! И стройные ноги! Уверен на них мозолен на любой, древневекческой дороге! Единственную недостатку, да она мало обнажена! И из чего захотел? Она ведь не ваша жена! Клянусь! В моем саду теплорухая взросла! Она достойное место займет! Слезно! Спасайтесь! Спасайтесь! Мастеренет! Пошел! Ай-ай-ай! Вот панеры то, что сварит! Пошел! Ступай! Брать его чуть не пить камень! Пошел! Ступай! Вот как встреча просто чудо! Вон, скорее, вон отсюда! А никто я шею вон! Это было интересно, ведь рады! Что за мерзость, лично всем моя известна пенсенатия? Что за мерзость, по всему небу, Расторжу, могу держаться я не в силах, Всё быстрее, так и сильнее. Счастье мне в моем положении, Как же за себя теперь на шею, Лишь в победе всем спасениям, Народная мечта в тени. Как считаю себя скорей, За все дерзости повешение, Учаю всех, что вон, Слышь не сбудет урожен, Не разводил, что он, Слышь не сбудет урожен, Не учащий, что он, Слышь не сбудет урожен, Слышь не сбудет урожен, Слышь не сбудет урожен, Слышь не сбудет урожен, Слышь не сбудет урожен. Вам приходится кричать мне глазом зыщенным, Можно ли грубить с мужчиной столь приличным? Ведь весь мир поднимут крики в удивлении, Как мерзавцы эти дики в обращении, Слышь не сбудет урожен, Слышь не сбудет урожен, Слышь не сбудет урожен, Мая, дам любую сумму я, Слава богу, я не сознаетель раору семьи Не наличие, не полез за требования ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Боги, хоть вы всемогущие, но всё же бестильны! Я вас проклинаю! Так не оставайся же ты никому! Остается! Остается я и спят, Господь звонит! Жадыш, ищите, девы, кровь, Ваши смели спорят, Свежно сердцу подключат к тебе одной! Венера, о! В небной мольбе В горе, в слизах я стою пред тобой! Дай камню жить и мне любить! Дай камню голос, дай звук живой! Ты высшей властью откроешь счастье! Не будь отрадный, Коль мрамор владный! Сей отжинишь! И власть надо жить! И власть надо жить! Лишь одна! В свет обездусь согласи! В горе, не знай! Что с вас на земли, Часто тропи! Что с вас на земле И власть надо жить! И власть надо жить! И власть надо жить! То, что с ней ожила! Что случилось вдруг со мной? Что случилось вдруг со мной? Голодая! Зинейка солнце светит ясно! Это светла твоя судьба! Слышана моя мальва! Зинейка солнце светит ясно! Слышана моя мальва! Слышана моя мальва! Зинейка солнце светит ясно! Слышана моя мальва! Слышана моя мальва! Голодая! До жизни счастья ясно! Слышана моя мальва! Голодая! Зинейка солнце светит ясно! ПЕСНЯ 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 Вот, пожалуйста, взгляни в это зеркало, и ты убедишься самому, хотя никакое зеркало не предоставит совершенство. Ой, мне нравится. Автору нравится тоже, ведь я вошел в тебя всю теплоту своей души. Теплоту? Ой, как холодно. Однако, теплота в тебе еще осталась. Ой, по-моему, в наших занятиях пришло время заняться чем-то более существенным. Вот сейчас, вот здесь, я чувствую пустоту. Ну, конечно, как же я сразу не подумал? Ты теперь просто голодна. Ты ведь это не каменный, а природа не терпит пустоты. Голодна? Ну, наверное, это так и называется, да. Вот незадача. В доме, как назло, ничего не осталось, кроме анфрозии, никто. Ну нет, мне хотелось бы чего-нибудь менее медического. Чем же угостить тебя? Я не знаю, что по вкусу о жившем статую. Но я тоже не знаю, поэтому полагаюсь на твой вкус. Я принесу тебе фруктов и овощей. Нет! Я хочу чего-нибудь более существенного. Принеси мне свежую, сочную вывеску из выпитанного тельца. Хочешь жареного мяса? Сейчас же отправлю слугу на рынок. Ганимей! Ганимей! Даже делался этот слить. Прямо не дремний греческий слуга, а жутей какой-то Атлантины. Как сквозь землю провалился. Хочу мясо. Ладно, схожу сам. Куплю для тебя чего-нибудь вкусный. Мне никаких драконов на тебя не жалко. Давай. Бегу. Беги. Ура. По-моему, хорошенькие произведения искусства заслуживают намного больше, чем он мне предлагает. Да. Небогато живет мастер-пигмарион. А все говорят, его великое искусство, его великое искусство. Задрожь цена такому искусству, если до него пусто. Захочешь уйти, так и взять с собой нечего. Ну, а это что? Поговори со мной. Ира. Что слышу? Я лечей твоих не понимаю. Сутки, говори, я уволняю. Хочу слышать руки, прелестные мои. Все, что спаси. И помоги я от скуки. Слова любви мне подскажет. Песня, смотри, не слушай, Чтоб струны все звучали. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 не удастся поспать. Вон, какая-то дамочка направляется к нам. Ох, Зевс милостивый. По-моему, от постоянного насыпания у меня начали сгореться нации. И как статую начали бегать по улицам. Что с нами белые плесна? Точно наш разбежал! Наша жила! Вот что случается, когда женщины возносят обилистал. Конечно, я понимаю, что искусство смогуще, но если так и дальше пойдет, то мраморные колонары заголослятся. Стены разбегутся в разные стороны. А вот тут мраморных львов призастроят чугунные ограды, чтобы львы не попустали правого. А теперь снова проснется конец света! Как я устала. Стоять на одном месте и делать-то проще. Что это? Это слуга. Это слуга. Это слуга. Это слуга. И гонемедом звали. Ну что ли? Ну иди сюда. И ты гонемед? Иди или не идти. Вот если это чудное создание, гений генной красоты своей мраморной внучкой и удотронится за меня, то никакой гипографии поможет. А ты не радишься. Ты храгу на шею иди. Я? Не может быть. А мой хозяин почему-то другого мне нет. И кто же твой хозяин? Мой хозяин и твой создатель одно и то же лицо. А, не понравилось мне это лицо. Твоё гораздо не веет. Ничего себе заявочки. А так на стороне говорят не с лицом жить, а с человеком. Ядно не веет. Прекрасный профиль. Ничего удивительного. Греческий профиль. Скажи, гонемед, я женщина. Похоже на то. А ты? Мужчина? На сто процентов. Ну тогда, если женщина испытывает сто процентов у мужчин уважение, расположение и даже влечение, как это называется? Дружба. Ты, друг мой, холоден, как ханик. Я просто твердка. Кремень. Ну ничего. Я знаю, как это исправить. Я знаю, как это исправить. Кто там еще? Еще я? А так еще нет приключений на старости лет. Никаких приключений, никакой опасности. Я видел своего хозяина на рынке, а он стоит очень без оленоградов. А это сам знаешь, надолго. Вот я решил воспользоваться моментом. Так. Кто это прервал нашу беседу? Кого там сам мы принесли? Во всемобощься боги, не мерещивший цели мне. Вот уж здесь невидимно. Если Медас не идет к статуе, то статуя идет к Медасу. Причем идет сама, да еще и говорит. Кто совершил это чудо? Я не понимаю, о чём он говорит? Перевожу. Он рад видеть тебя, оживший. Ох, хитрый пигмарён, скрывать от глаз людских такую красоту, такое совершенство! Ведь это тягчайшее преступление против той незначительной части человечества, да, потому что он скоро это может оценить. Так, что он сказал? Ты ему приглядывалась. О, моя богиня! Какой бы счастлив я! Простой, рядовой, древнегреческий! Леонид, может, ты осчастливила меня своим соединением назвать тебе моё имя? Гори, нет? Переводи. Он хочет с тобой познакомиться. А кто он вообще такой? Три воронок. Кто вы такой? Я? Вот, да, вы! Представь мне. Он из родов горький, он из родового и гордого, Наискутся, наискутся, кто тыща свои, За него не думая, Нас любую сумку петь. По славу Богу, Бог не состоятельна, Нес не моей! Я равно не пойду вам. Так, иди сюда. Вот смотри. Я женщина, бегущий. А он кто? А это просто Сталин и Дас. Сталин и Дас. Сталин и Дас. Сталин и Дас. Чего же он хочет? Чего хотите? О, моя богиня, Как был бы счастлив я, Если б ты осчастливила мой дом в своем присутствии. К твоим услугам были бы сотни рабы. Твою божественную шею Я украсил бы самыми драгоценными ожирениями. Одел бы тебя в царские наряды С головой на ногу включительно. Так, что он предлагает отдельно? Он говорит, что он устроит тебе Такую жизнь, Как у земли за потоками. Ну да. Ах, все мужчины Обманщики. Она во мне верит. Я совсем забыл. Приношу свою шею С уважанием и преклонением, моя царица. Ну и не верит. Что ты на это скажешь? А что тут говорит, дает, бери. А дальше? На дальнейшей переводе не нуждается. А вы взгляните на подарок мой Вот такой Вин для вас А теперь это вот Алмазь его дорожки Вот и браслет Что ты на это скажешь? А теперь мы живем и давайте Все, что там еще Ищем. Ты еще Браслетец Дорогой Золотой Алмазь. Как изящий право А весь наш Бедный свет Какой Один браслет Сияет Ее Покажает И садом Пристанет Курманин Ее А вку Службеще Пришли со мне Я Дюхать Службе Не Дюхать Службе Дюхать Мне Одной Нет сомнения Я достигну цели Давай Сюда Мне Приступную Мы Одолели Ну 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 Еще Ко Мне Не Хотите Службе Еще Хо 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 Ей Службе Службе Придор Тут スлужбе Вот У У Вот еще изделковавая царица, Вот с колечка взять его, прошу я вас. Согласитесь, что изящная вещица, Щегануть не можно ценный в нем алмаз. Вот вам брошь, под вас дать ей право смею, Вот вам семьи нет нигде других таких. Свет того, вот вам билеты в лотерею, Выиграть в билет вы можете найти. К вашим ножкам все кладу я, Эти вещи будьте рады, И прошу лишь поцелуя, Поцелуя как награду, Да я это пить я мне Все, 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 За поцелуй отдам. Могу усы, в гречах у Тилер, Речь не вспомнили, Пыль от гости, Совет, роди, Все мне одни, От колории, Все мне одни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ СИГНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Шшш… Шш… Шш… Шшш… А-а-а! Показывайте, покажите… Вы хотели купить мою статую, пожалуйста, в моей малокабаритной мастерской, просто нет места в столь прекрасной статую. Ну, не скажу, что там как жива я, но беру, беру, заверните. Неужели все это было действительно сну? И вся эта история мне крестилась. Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ